Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию интереснейший материал. Эммануэль Дагер. Энергетический прогноз на июнь 2024. Новая планетарная цивилизация. Читает Лора. Здравствуй, друг! Впереди нас ждет потрясающий месяц. Июнь предложит нам много новых возможностей полностью изменить ландшафт нашей жизни к лучшему. Возникновение новой цивилизации. Если мы посмотрим на вещи в уменьшенном масштабе, мы увидим, что нынешнее пробуждение, через которое мы переживаем, приближает нас к тому, чтобы стать планетарной цивилизацией. Создание планетарной цивилизации позволит нам всем объединиться в одну глобальную семью и создать реальность, которая поддерживает величайшее благо для всех людей, а не только избранных. Этот сдвиг выводит нас из старого архаичного менталитета. Кульминация всех потрясений, через которые мы проходим как коллектив, на самом деле прокладывает путь к формированию тому, где мы уважаем, чтим и ценим друг друга и нашу землю. Кульминация всех потрясений, через которые мы проходим как коллектив, на самом деле прокладывает путь к формированию того, что астрофизики называют цивилизацией типа один. Этот переход, возможно, является величайшим переходом в истории Земли, знаменующим резкий отход от всех наших цивилизаций прошлого. Каждый заголовок, который сейчас доминирует в коллективной психике, в некотором роде отражает эффект растяжения, который расширяет человеческую жизнь до совершенно более высокой формы цивилизации. С появлением этого планетарного сдвига, старые формы коммерции, торговли, культуры, языка, развлечений, досуга и многого другого переворачиваются с ног на голову. Это означает, что хотя мы наблюдаем в мире огромный хаос, все это происходит как часть сдвига в сознании, который прокладывает путь к проявлению чего-то гораздо большего. Если мы просто поразмыслим о достижениях, происходящих в последние годы, мы увидим множество подтверждений происходящего сдвига. Идеи и действия более высоких вибраций, которые раньше, возможно, не были приняты, теперь становятся мейнстримом и считаются нормальными. Начиная с июня и набирая скорость в ближайшие несколько месяцев, мы лично во всем мире совершим квантовый скачок в направлении создания новой планетарной цивилизации. Квантовый скачок расширения. Когда мы совершаем квантовый скачок сознания, подобный тому, в котором находимся сейчас, ткань мира вокруг нас полностью меняется. Мы уже видим проблески формирования новой ткани нашей жизни, поскольку предыдущая ткань начинает мягко смягчаться и отходить на второй план. Каждый раз, когда происходит квантовый скачок в сознании, он обычно проявляется таким образом, что влияет на нашу личную жизнь. Например, желание быть активным и продуктивным, желание начать что-то новое, проект, бизнес, карьера, хобби, отношения, желание очистить и упростить наш дом, пробуждение внутреннего огня и страсти к жизни, желание выучить новый язык или инструмент, а также путешествовать, желание пройти курс, семинар или уроки в новой области, желание мыслить масштабнее и нестандартно, желание освободить людей, места и опыт, которые больше не способствуют нашему величайшему благу, желание чувствовать себя еще более связанным с нашим духом и Вселенной, желание взглянуть на старые шаблоны поведения и устранить их, которые мешают нам быть наиболее искренним и честным, стремление к сообществу, желание изменить ситуацию, желание быть более любящим, сострадательным и добрым по отношению к себе и миру, желание сделать внутренний мир и благополучие главным приоритетом в нашей жизни, желание лучше заботиться о своем теле и внутреннем мире, здоровое питание, здоровое питание, физические упражнения, медитация, желание признать божественность внутри себя и других. Как коллектив мы также заметим внешние изменения. Вещи, которые когда-то были скрыты или неизвестны человечеству, выйдут на поверхность, чтобы их раскрыть и решить. Наука и духовность сольются и станут одним и тем же, поскольку происходят новые открытия, объединяющие их концепции. Институты старой парадигмы, продвигающие программу, основанную на страхе и отделении, будут бороться и больше не будут иметь той власти над человечеством, которую они когда-то имели. Что-либо или кто-либо, пропагандирующий или постоянно покупающий разлуку и страх, начнет чувствовать тяжесть этого давящего на него физически, эмоционально и умственно, что затрудняет дальнейшее продвижение этих типов энергий. Будут представлены новые концепции, изобретения и решения с целью помочь добиться большего исцеления и единства в нашем мире. Различные отрасли промышленности, пищевая, медицинская, пищевая, пищевая и так далее, сделают еще один большой шаг вперед в предоставлении массам здоровых, прозрачных и экологически чистых продуктов. Люди из всех слоев общества обнаружат, что у них гораздо больше общего друг с другом, чем они когда-либо думали, что позволит людям объединиться и создавать все более и более позитивные изменения в мире. Многие люди, у которых есть платформа, способная изменить ситуацию, сделают шаг вперед и сделают еще больше, чем в прошлом. Музыка и искусство, которые будут созданы или выпущены в течение и после этих следующих нескольких месяцев, также будут отражать мощные изменения, происходящие сейчас, и многое другое. Выполнение внутренней работы. Когда мы проходим через великие переходные циклы, подобные тому, в котором мы находимся сейчас, это может вызвать множество старых мыслей и эмоций, которые мы еще не полностью разрешили или не исцелили. Мысли и эмоции очень реальны и содержат ощутимую энергию. Если у них нет здорового выхода для полного самовыражения, они будут накапливаться в теле и разуме, где будут продолжать требовать нашего внимания. В течение июня и далее, вместо того, чтобы пытаться похоронить, спрятать или отвести взгляд от любых возникающих нежелательных мыслей и чувств, давайте позволим себе принять и уважать эти мысли и чувства. Как если бы они были нашими детьми. Каждая мысль и чувства, которые активируют внутри нас что-то неприятное, на самом деле являются просьбой нашего разума, а еще больше любви, принятия и сострадания с нашей стороны. Какие бы истории ни создавал разум, он всегда возвращается к желанию получать от нас любовь и сострадание. Когда мы даем себе ту любовь и сострадание, которые желаем получить от величайшей любви в нашей жизни, у ума будет меньше желания использовать недобрые или неприятные мысли и чувства, чтобы привлечь наше внимание, потому что он уже чувствует любовь и сострадание, внимание, которое мы посылаем. На каждую недобрую реакцию, которую мы имели по отношению к любимому человеку, другу, коллеге, людям из нашего окружения и самим себе, давайте сейчас дадим себе полное разрешение почтить тот факт, что наш разум просто делал это, чтобы попросить больше любви и внимания. Из этого пространства мы можем проявить больше сострадания к разуму, поблагодарив его за то, что он просто сделал все, что мог, и за то, что он привлек наше внимание к чему-то внутри нас, что нуждается в исцелении. И теперь, когда разум завладел нашим вниманием, мы можем поблагодарить его за то, что он защищает нас и обеспечивает нашу безопасность наилучшим образом, который он знал в то время. Июнь станет прекрасным временем для того, чтобы установить более любящие отношения с нашим разумом. Это поможет гарантировать, что любые взлеты и падения наших эмоций, вызванные всеми происходящими энергетическими изменениями, будут устранены. Это поможет нам ощутить большой покой и легкость, когда мы путешествуем через это время мощного перехода. Это также поможет нам не увлекаться историями, которые иногда любят создавать разум, из-за которых мы часто чувствуем себя беспомощными или застрявшими. Охват нашего разума не обязательно должен выглядеть как радуга и бабочки каждый день. Это может помогать нам лучше понять, почему разум действует именно так. И это позволяет нам развивать больше сострадания к тем частям нас, которые мы не могли полностью полюбить и принять их до сих пор. Когда на поверхность выходят интенсивные мысли и чувства, в некоторые дни мы можем чувствовать себя уставшими, но в другие дни растерянными или несчастными. Прямо сейчас наше внутреннее Я просит любви и поддержки в это время великих перемен, и мы можем дать это, освободив внутреннее суждение и освободившись от необходимости понимать все, что нас ждет. Вместо того, чтобы пытаться отследить значение или происхождение каждой возникающей мысли или чувства, мы можем просто наблюдать за этими мыслями и чувствами, благодарить их за любое послание, которое они нам принесли, и отпустить их. Учитывая такое большое волнение, это прекрасное время для дополнительной заботы о себе. Будьте готовы уделять больше времени себе, больше отдыха, больше времени на природе, больше времени для развлечений и времени, потраченного на творческое самовыражение. Это гарантирует, что следующие несколько решающих месяцев пройдут для вас гораздо более гладко и приятно. дар предстоящего солнцестояния. Ближе ко второй половине июня у нас будет возможность перезагрузиться и начать все заново. Начало новой жизни часто сопровождается ощущением, что груз, который мы несли на плечах и груди становится легче и растворяется. Вы можете заметить, что вам хочется чаще бывать на свежем воздухе, больше общаться и не относиться к себе и жизни слишком серьезно. В это время было бы здорово заниматься такими вещами, как быть более физически активным, играть, медитировать, проводить время на природе и творчески выражать себя. Мы будем стремиться окружать себя красотой и весельем, поэтому давайте позволим себе наслаждаться этим. 20 июня мы переживаем пик энергии солнцестояния. Солнцестояние представляет собой время завершения и новых начинаний. Чтобы мы не были готовы решить и отпустить, сейчас самое время это сделать. Тогда мы будем готовы перейти к следующему этапу нашего путешествия, чувствуя себя отдохнувшими и обновленными. Предстоящее солнцестояние поможет нам начать все заново, открыв для нас еще большего личностного роста исцеления и трансформации. Во время солнцестояния с 18 по 22 июня мы можем заметить, что получаем внутреннюю мудрость и прозрение и нестандартные осознания, которые поддержат нас в следующих главах нашего путешествия. Это подарки Вселенной и часто рекомендуется их записывать и размышлять над ними, чтобы интегрировать в свою жизнь. Эти особые идеи способны положительно повлиять на все сферы нашей жизни, включая творчество и карьеру, отношения с собой и другими, здоровье, благополучие и многое другое. Это солнцестояние также послужит любящим толчком вперед, чтобы помочь нам стать более вдохновленными, когда дело доходит до действий, направляемых Богом. Недели и месяцы после солнцестояния всегда наполнены большим движением и действиями, поэтому будет интересно наблюдать, за изменениями, которые происходят и в коллективе. Завершение и разрешение Вместе с новыми начинаниями приходит и время завершения. Вторая половина июня предоставит нам возможность завершить работу, чтобы мы могли отойти от вещей, которые, возможно, все еще каким-то образом нас сдерживают. Завершение – это время в нашей жизни, которое означает важное завершение. Это конец старой главы и начало новой. Завершение – это не значит насильственное избавление от чего-либо или кого-либо из нашей жизни. Речь не идет о том, чтобы что-то исправить. Речь идет о понимании того, что мы подошли к моменту в нашей жизни, когда определенные контракты, клятвы и обязательства, которые мы имели перед определенными людьми, местами, событиями и самим собой были выполнены. Завершение означает, что мы решили не убегать и избегать чего-то, что кажется нам неудобным или пугающим, а решительно противостоять любым трудностям, с которыми нам придется столкнуться. Мы усвоили уроки и больше не нуждаемся в воссоздании этого опыта в нашей жизни. Завершение может произойти даже среди членов семьи души и родственных душ. Большинство людей это кажется самым трудным, потому что мы помним, как в какой-то момент мы чувствовали себя настолько связанными с этими прекрасными душами. Когда завершение происходит на уровне души, любовь остается. Во всяком случае, осталось меньше любви, завершение еще не полностью достигнуто. Если в это время вы переживаете завершение, знайте, что вы находитесь именно там, где вам предназначено быть на своем пути. Подобные времена помогают нам взглянуть на все со стороны и оценить благословение в нашей жизни. Как только происходит завершение и интеграция, мы освобождаем место для новых благословений и опыта, которые могут войти в нашу жизнь. До скорого с благодарностью Эммануэль. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, у нас еще достаточно высокая степень противостояния, гордыни и эгоистических представлений о себе, поэтому даже принятие даров для нас сложный процесс. Но чтобы сейчас проживать полноценно или воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет сегодня жизнь, природа, то нам необходимо научиться принимать эти дары, которые сейчас проливаются в нас, проливаются через нас. И для этого нужно стать открытым человеком или позволить себе быть открытым человеком. Как это сделать? Я здесь и сейчас позволяю себе быть открытым и сердечно чувствующим и приглашаю в свое сердце Христа. Для чего? Для того, чтобы иметь энергию сердца. А что вы приглашаете? Вы приглашаете электронное присутствие Христа. Также вы можете составить целую программу я здесь и сейчас в кристалле объединяющей любви вместе с единомышленниками принимаю дары Вселенной в период солнцестояния. конечно, каждому из нас предоставятся особые дары, в которых индивидуально мы остро нуждаемся. дары не пропускайте свои невероятные волшебные состояния принятия и дарения. С одной стороны вы принимаете, а с другой стороны вы делитесь этим с окружающими. Я здесь и сейчас благодарю Эммануэля Дагера и позволяю себе завершение старого и разрешение на новую интересную открытую чистую волшебную гармоничную жизнь. Дорогие друзья, как вы видите, канал работает без рекламы, поэтому поддерживайте этот канал своими донатами. Они находятся под роликом. Если вы желаете продолжать смотреть. Если вы желаете участвовать в планетарных программах создания новой цивилизации. то, что вы желаете на расстоянии на расстоянии Продолжение следует...